В рамках одного видео уже о 8 объектах, очень надежный застройщик, все идут до пляжа, до моря. Приобретал квартиры в этом жилом комплексе, они уже заработали. Вот такие виды на море у нас открываются с земли. Самая высокая точка города Сочи, приятный воздух, птички поют. Работы ведутся к своему завершению, но это еще не все, друзья. На дворе середина марта и у нас весна в самом разгаре. И это ли не повод порадоваться? Все расцветает, оживает. Всем привет, с вами Павел Морозов из Сочи. Мне так понравился формат предыдущего ролика, в котором я рассказывал о нескольких объектах в рамках одного видео. Я смотрю, и вам он понравился, поэтому я решил долго не селать резину и еще раз снять такой же ролик уже о 8 объектах. Поэтому предлагаю насладиться им. В данный момент нахожусь на Озерном 2, Озерный 1, нахожусь в первом доме. И хотел показать вам, что же происходит на самых интересных стройках города Сочи, за которыми все так следят активно. Это жилой комплекс Озерный 2 возводится, друзья. Видите, человек 15-20 сработает и возводят уже первый жилой этаж. Заливаться будет он на этой неделе. Сейчас дособирают опалубку и все будет хорошо. Напомню, здесь квартиры начинались от 2 миллионов рублей, но они уже все распроданы. Остались только от 3 миллионов рублей. Это полноценные двухкомнатные квартиры с двумя изолированными комнатами, угловые, например, в ближнем. Мы с этой стороны находимся, его видно. Напомню, жилой комплекс Озерный находится на улице Петрозаводская, 32, дробь 1. Это адрес первого дома, в котором мы находимся. Ему уже присвоили адрес, скоро уже люди будут получать документы, он уже полностью готов. Также здесь проходит несколько маршрутов. Вот один из них поехал сейчас, да. Все идут до пляжа, до моря, поэтому даже если вы без машины, у вас все будет классно. Здесь большая предмывая территория и, в принципе, будет очень комфортно и машину поставить, и большая парковка у магнита есть. Так что хороший комплекс во всех смыслах. Ну а здесь, друзья, вот хотел вам показать трансформаторные постанции, которые уже подключены и установлены на два дома. То есть, каждая трансформаторная постанция на один дом, на отдельный. Через дорогу от вас фитнес-центр небольшой, со своим бассейном, можете ходить. А в этом доме еще есть магнит и магнит-косметик. Поэтому классный комплекс, кому интересно, ребят, пишите, звоните, скину вам актуальную шахматку. Выберем себе квартиру для заработка или для переезда сюда на постоянное место жительства. В этом комплексе будут селиться люди, которые ценят тишину, покой, красоту, зелень и экологию. Ну что, едем дальше, ребят. Впереди у нас Гастелло, Адлер, Мадрид 5, Мерката, Фабрициус, Уютный квартал и Сочи Лайфпарк. Если кому интересны какие-то еще дополнительные обзоры других комплексов в рамках одного такого видео, пишите в комментариях, в следующем ролике обязательно это сделаю. Поехали. Ну что, друзья, ну а вот мы уже на улице Дачной, 18. И это жилой комплекс Гастелло. Ребят, посмотрите, как он вырос. Очень надежный застройщик, который подтвердил это и на этом объекте, на своем очередном, да. Скажу вам одно, друзья, все те, кто приобретал квартиры в этом жилом комплексе, они уже заработали. Минимум по полмиллиона рублей, потому что мои первые клиенты приобретали квартиры на самых высоких этажах. Именно об этом я говорил людям, что нужно так делать. И люди доверяли, все правильно делали. Минимум на полмиллиона они уже выросли. Но это еще не все. Дом будет сдаваться в августе, в сентябре этого года, поэтому к осени квартиры еще подражают минимум на 200, 300, а то и 400 тысяч рублей. В общем, пойдемте, я вам покажу интересные площади, какие здесь есть. На данный момент здесь очень интересные двушки за 3 миллиона рублей. Сейчас зайдем в эту двушку, вот она. Вот здесь вход, грубо говоря, да, вот здесь будет дверь. Вот так вот стоит. Заходим, и вы только посмотрите. Комната отдельная. С видом на зелень, на небо голубое, на солнышко, на пригорок. Замечательно. Вот, очень светлая, хорошая комната. Санузел выделен. Хороший большой санузел по меркам Сочи. Далее, ребят, у нас здесь, получается, две комнаты. Это у нас кухня. Такая небольшая кухня, конечно, да, я согласен, она не очень большая. Но зато, ребята, это полноценная двухкомнатная квартира. Кухня с балконом. Вот такой балкончик здесь. И такой вид. Даже кусочек моря там видно. Но это не главное, ребят. Здесь главное, что здесь тихо, спокойно. И вот еще одна комната. Более чем комфортная квартира. И стоит она, ребят, всего 3 миллиона 100 тысяч рублей. То есть квартира, в которой я сейчас стою, стоит 3 миллиона 100 тысяч рублей. Это не шутки, ребят. Антон уже делал отдельное видео, касаемо этого предложения. Это действительно интересное предложение, потому что на этапе сдачи дома такие квартиры будут стоить около 4 миллионов рублей в конце этого года, ребят. 4 миллиона рублей. Это хорошо, скажем так, сейчас ее приобрести, да? Сэкономить или купить на перепродажу. Но потом уже будет не так дешево. И также хотел показать, ребят, тем людям, кто приобретал мне квартиры. Конкретно вот эти, например. Здесь вот дверь. Здесь вход. 30,5 квадратных метров на 7-6 этаже. Она, как вы видите, как я и обещал, она распланирована. Стеночка сделана, да? Санузел выделен. Пожалуйста. И также есть комната. Ну, это кухня. Полноценная однокомнатная квартира по меркам Сочи. И отделана, причем, ребят, перегородки все из газобетона, как вы видите, да? Это очень хорошо, потому что у него адгезия очень небольшая. То есть он, грубо говоря, выровнять его и отделать гораздо дешевле, чем керамозит и бетон. Вот черные такие вот кирпичики, да? Вот. Потому что здесь все стены ровные, посмотрите. И можно уже их за недорого отделать. А здесь будет, как я и обещал, такой, ну, типа французского балкончика. Здесь можно будет открыть окно, такую оконную группу, да? И там подышать, повесить на решеточке какую-то одежду. Ну, и вид вот такой, ребят. Вид зелень на небо. В общем, во всех смыслах классный комплекс, ребят. И это интересно, это выгодно, ребят. Кому интересны двухкомнатные квартиры в Сочи, пишите, звоните, буду рад. Ребят, а вот и Мадрид 5. Вот отсюда очень хорошо видно, на каком этапе он находится. Сейчас видно блочное заполнение. Не вижу смысла особо заряжать прямо на саму стройку. И так понятно, возводится где-то 9 или 10 этаж. Вот, то есть идет блочное заполнение одновременно. Стройка будет идти до конца этого года. Там немного клиентов приобретали. Приобретали по выгодным ценам. Вот, там и сейчас есть выгодные предложения. Вот, но уже не на самой маленькой площади, не на 28, не на 30 квадратов. А уже побольше, на 34 и на площади 40+, на полноценный двухкомнатный квартир. Поэтому, кому интересно, звоните, пишите. Шахматку Актуально отправлю. Там есть именно акции на большие площади. Вот мы приехали на уютный квартал. Кстати, по локации предыдущий объект, это Мадрид 5. Он по локации находился улица Амбровая, дом 10. Вот, кому интересно, забейте в дубль кисе. Я все локации обязательно дам, чтобы у вас было примерно понимание по расположению объектов. Так вот, это уютный квартал, ребят. Как вы видите, даже у вас в предыдущем моего ролика есть изменения. Там и крыша, да, и отделка. На данный момент он выглядит таким образом, и здесь работы ведутся к своему завершению. Сколько здесь этажей? Раз, два, три, четыре. Ну, грубо говоря, пять этажей и пятый двухуровневый, как вроде и обещали. Это у нас жилой комплекс Фабрициуса, на Фабрициуса, да. Вот, на данный момент вот с этой стороны не видно, но я когда проезжал сверху, там работала техника, то есть там было все замечательно. То есть там строится, стройка ведется полным ходом. Ну, вы видите, изменения тоже есть. То есть на данный момент, видно, собирается крыша, страпельная система. Вот, и заканчиваются там и первые литеры, и заливаются остальные литеры, и Б1, и так далее. Сейчас попробуем, может быть, поднимемся сюда, посмотрим. Может быть, здесь будет лучше видно. В общем, там, ребята, у нас что происходит? Сейчас заливка бетона происходит, да, на плите перекрытия третьего этажа. Ну, и видно, вот там в конце ведется отделка двух последних подъездов в первом литере. Работы ведутся активно. Там, на самом деле, работников гораздо больше, просто за домом их не видно. Немножко спрятались. Комплекс идет к своему логическому финишу, как говорится. Это пересечение улиц Транспортной и Фабрициуса. Друзья, вот такие виды на море у нас открываются здесь практически с первого этажа. Да что значит с первого? С земли, потому что я стою на земле, фактически, на дороге. Виды потрясающие. Это самое высокое место в Сочи. Вокруг лесополоса. Вот вы видите, да? Ну, правда, у нас сейчас не очень зеленые, да? Но это с вами мы видим жилой комплекс Мерката. Вот так он выглядит на данный момент. Действительно классный комплекс. Многие сомневались, построят его, не построят. Я изначально вам говорил, что все будет здесь в порядке, что это Альпика, застройщик, да? Здесь переживать об этом не стоило. Вот земля здесь, правда, на квартирный дом, все центральные коммуникации. Вот, как вы видите, все здесь хорошо. Возведены все 18 этажей. На первом этаже, напомню, здесь будет коммерция. Первый жилой, фактически, это второй этаж. Заходить мы туда сейчас не будем, потому что в этом нет особого смысла никакого. То есть там сейчас достаточно опасно. Не в рамках этого ролика, как говорится. Мы обязательно поднимемся и сделаем отдельный ролик, отдельный обзор, касаемый этого комплекса, но чуть попозже. По локации, ребят, это, как я уже сказал, самая верхняя, самая высокая точка города Сочи. Здесь самый чистый, самый приятный воздух. Птички поют. Заповедник, можно сказать. И, чтобы вы поняли, как посмотреть это по карте, вот это улица Фабрициуса, домик. Улица Фабрициуса 2, дробь 23 И. Это домик улица Фабрициуса 2, дробь 23 К. И там домик третий, улица Фабрициуса 2, дробь 23 Л. Напомню, в этом комплексе будет также и парковка подземная, надземная. И также здесь будет еще и бассейн, фитнес-центр. И также коммерция на первом этаже. Обязательно сделаю на него такой полноценный обзор, но уже в рамках другого видео. По ценам, забыл сказать, друзья, смотрите, здесь цены на данный момент начинаются от 100 тысяч рублей на маленькой площади. Если брать первый корпус, так это первый, там второй, там дальше третий. Если брать в первом корпусе, то цены где-то 105-107 минимальные на квартиры маленькой площади. То есть минимальная цена здесь 32 квадрата на первом этаже будет стоить примерно, грубо, там 3-3,5 миллиона рублей. 37 квадратов она будет уже стоить уже около 4 миллионов рублей. Кому интересна данная недвижимость, пишите, звоните, отправлю вам актуальные цены. Ну и также поговорим по компенсациям за перелеты, проживание. Мы всегда это делаем своим клиентам. Все эти комплексы, о которых я сейчас говорил в Сочи, да, они очень хорошо расположены именно с точки зрения логистики, потому что к ним, ко всем есть подъезды с разных сторон. Это очень важно в современном мире, так скажем. И поэтому, в принципе, это очень интересное предложение. У всех, конечно, есть свои особенности, там бюджет, вариант отделки и так далее, но все они очень интересные. Ребят, ну а это ЖК Адлер. Вот так он на данный момент и выглядит. Вот 53-я школа. Внешне он имеет завершающий такой вид, да. Ну не вижу смысла там туда заходить, потому что там внутри еще отделка ведется. Сдача у него чуть сдвинулась, где-то на лето, это май-июнь этого года, вот, по словам настройщика. Красивенькие дома внешние. Цены здесь вот, ну начинаются грубо от 80 тысяч рублей, можно себе за 75 даже большие площади купить сейчас. С документами, конечно, будет цена другая, вот. А маленькие площади от 100, от 110 начинаются. Это я имею в виду 28-30 квадратных метров. Вот мы приехали на солнечную Мамайку. Всем вас поздравляю, на улице действительно жарко, хочется прям раздеться. Позади меня жилой комплекс Сочи Лайф Парк. Это его первый, второй, третий корпус. И здесь, смотрите, на данный момент работы не ведутся, все приостановлено, то есть фасады сделаны, но дальше работы не заходят, потому что застройщик ждет разрешение на возведение 4-5 этажа. Для ориентира, друзья, мы с вами находимся на улице Ландышевой. Она широко известная, я бы сказал, улица Ландышевой, конечно, в узких кругах, но тем не менее. Это, конечно, 92-го маршрута, на котором вы сможете уехать куда угодно в Сочи. Он через весь курортный проспект едет. И это у нас дом для ориентира Ландышевой 137. Ну что, друзья, здесь я на этой мажорной ноте буду заканчивать свой репортаж. С вами был Пан Морозов из Сочи. И, друзья, если вам понравился такой формат видео, прошу вас оценить его, потому что для меня крайне важно, чтобы тот контент, те ролики, которые я делаю, они были для вас полезны и очень смотрибельны, скажем так. Поэтому буду рад, если вы оцените это. Также прошу всех, кто не подписан на мой канал, подписаться, потому что впереди очень много интересного, много трансляций, истории о том, как мои клиенты зарабатывают, кейсов и многое-многое другое из рынка недвижимости города Сочи. Ну а на этом все. С вами был Павел Морозов из Сочи. Всем хорошего дня, замечательного настроения, друзья, побольше солнца и удачи по жизни вам и вашим близким. Всем пока!